Общая исповедь Но вот бывают такие обстоятельства, что они вынуждают иногда пользоваться и общими исповедями. Главной причиной тут является громадное количество причастников. Когда невозможно справиться не только одному, но даже и нескольким священникам. Остается одно из двух. Или не допускать желающих до причащения, а это болезненно и не спасительно. Или же сделать общую исповедь для всех. Что избрать? В древние времена христиане причащались обычно без исповеди, жили свято, за исключением особых случаев. И эта практика существует доселе в греческой, сербской, сирийских церквах. Я лично наблюдал это в некоторых приходах Югославии. Видел в Крыму, когда азиатские беженцы от турок молились в пределе Симферопольского собора. И в свое время их священник мерно обходил встроенные ряды и причащал всех подряд без исповедей. Слышал от очевидцев, как греческий смиренный священник после литургии шел еще со святой чашей по селу и причащал тех, кто по хозяйственным препятствиям не был в церкви. И эти большей частью женщины выбегали из своих хижин на улицу, в чем были, кланялись в землю и с детской верою причащали святых божественных тайн. Картина такой первобытной чистой веры была умилительна. Эти и другие примеры показывают, что церковь допускает возможность причащения и без исповедей, и даже считает это нормальным порядком, но для добрых христиан. Поэтому на всякой литургии она приглашает всех верных. Со страхом Божиим и верою приступите к причащению. Прежде и приступали. Святой Василий Великий говорит, что в его время люди причащались по три-четыре раза в неделю, а Златоуст отвечает, не спрашивай сколько раз, а скажи, как ты приступаешь. Конечно, и теперешний способ говения и причащения один раз в году тоже имеет свой смысл, чтобы верующие с большим страхом, благоговением, приготовлением, очищением, покаянием, ответственностью приступали ко святому причащению. Именно со страхом Божиим. Но этот обычай совсем не есть закон, обязательный на все случаи. Во время трудного периода последних тридцати лет церковь наша разрешала желающим еженедельное причащение при условии, если это благословляет местный духовник для желающих. И нормально перед каждым причащением нужно исповедоваться каждому, а если таких желающих оказалось бы много, тогда дозволялось духовнику делать и общую исповедь, но при этом внушалось, что имеющий какие-либо особые нужды духовные должен подойти после к духовнику и раскрыть ему душу, чтобы получить и особое разрешение. Так иногда делалось в разных приходах. Но я хочу рассказать, как при мне происходила общая исповедь у святаго отца Иоанна Кронштадтского. Мы с юношеской простотой обратились к нему в алтаре. — Батюшка, нам бы хотелось видеть вашу общую исповедь. Он с простотой и любовью ответил. — Я только вчера совершил ее, но ради вас я ныне покажу вам, как она делается мною. Перед причащением отец Иоанн вышел через царские ворота на Амвон и сказал приблизительно следующую проповедь. Привожу ее в извлечение. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Силою начал он. Царь и псалмопевец Давид сказал. И по-русски вот перевод. Бог с небес призрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумевающий и ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добра. Нет ни одного. Затем батюшка обратился ко всем с указанием, что и в наше время все уклонились во грехи. И он начал перечислять их. В храме стали раздаваться всклипывания, рдания, потом восклицания. Батюшка, помолись за нас! Тогда батюшка на весь храм воскликнул. Кайтесь! В храме поднялся всеобщий вопль покаяния. Каждый вслух кричал о своих грехах. Никто не думал о своем соседе. Все смотрели только на батюшку и в свою душу. И плакали, и кричали, и рыдали. Так продолжалось не одну минуту. Затем отец Иоанн дал рукою знак, чтобы верующие стихли. Довольно скоро шум утих. И батюшка продолжал свою проповедь. Видите, как мы все грешны, но Отец наш Небесный не хочет погибели своих чад. И ради нашего спасения Он не пожалел Сына Своего Единородного. Послал Его в мир для нашего искупления, чтобы ради Него простить все наши грехи. И не только простить нас, но даже позвать нас на свой божественный пир. За этого Он даровал нам великое чудо, даровал нам в пищу и питье святое тело и святую кровь самого Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа. И этот чудесный пир совершается на каждой литургии по слову самого Господа. Примите, едите, сие есть тело мое, и пейте от нея чаши, вси сия есть кровь моя. Как в притче Отец с любовью принимает своего прегрешившего, но покаявшегося блудного сына и устраивает ему богатый пир, радуясь его спасению, так и ныне Отец Небесный, ежедневно и каждому кающемуся учреждает божественную трапезу святого причащения. Приходите же с полной верою и надеждою на милосердие нашего Отца ради ходатайства Сына Его, приходите и приступайте со страхом и верою ко святому причащению. А теперь все наклоните свои головы, и я, как священнослужитель, властью Божией, данной нам, прочитаю над вами отпущение грехов. Все в благоговейной тишине склонили головы, и Отец Иоанн поднял на воздух над всеми свою и Петрахиль и прочитал обычную разрешительную молитву, совершая над всею церковью знамение Креста при словах «Прощаю и разрешаю во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Затем началось причащение. Чтобы закончить об общей исповеди, я вспомню о нескольких подробностях и случаях в связи с ней. Когда я уже был иеромонахом, приходит ко мне один знакомый старый богомолец и почитатель отца Иоанна и сообщает мне следующее. Стоял я у батюшки в соборе, и он велел нам каяться. Я вслух рассказывал ему свои грехи, и вдруг мой сосед ударил меня в какой-то злобе по щеке. Я вспомнил Евангелие Христово, чтобы подставить ударящему и другую мою щеку, а он ударил меня и по другой. Зачем вы рассказываете об этом мне? Он замешался в ответе. Я подумал, вероятно, ему хотелось похвалиться своим мнимым смирением. И тогда становилось несколько понятным, почему бог попустил ему потерпеть дважды посрамление. Оказалось все же, что он пришел ко мне с вопросом, хорошо ли я сделал, что подставил ему и вторую щеку. Не думаю, — ответил я, — смиреннее было бы подумать вам о том, что вы не доросли еще до такой высоты. А еще лучше, если бы вы чем-то не задели вашего соседа и не довели его до раздражения и до первой подщечины. Как так? — не ожидал он этого поворота. Мы несовершенно и можем расстроить наших ближних даже своим благочестием. Бесы хорошо умеют различать истинную святость от неистиной. Первые они боятся, а на второй издеваются. Помните, в книге «Деяний» рассказывается, как бес поступил с семью сынами иудейского первосвященника Скевы, которые заклинали бесноватых именем Господа Иисуса. Злой дух сказал, — Иисуса знаю, и Павел мне известен. А вы кто? И бросился на них человек, которым бы злой дух и одолев их взял над ними такую силу, что они ноги и избитые выбежали из того дома. А апостолу Павлу духи повиновались. Поэтому я, думаю, говорю ему, нам, грешникам, лучше скрывать свое доброе, если оно и есть. Вот мое мнение вам. Потерпевший замолчал, но я не был уверен, согласился ли он со мною. Ему, по-видимому, хотелось лучше оставаться с хорошим мнением о себе и пострадать за правду, чем сознать себя недостойным ни того, ни другого. Да, и в добрых делах каждому нужно ведать свою меру. Без меры и добро не есть добро, — учит святой Исаак Сирин. Когда мы возвращались тот же вечер из Кронштадта в Петроград, то ко мне на пароходе обратился с вопросом какой-то простец из богомольцев, бывший на той же литургии у отца Иоанна. Что-то я слышал. Батюшка звал нас всех на обед. А обеда-то не было, а? Я понял наивность души этого посетителя и спокойно разъяснил ему, что под пиром батюшка разумел святое причащение и повторил поселянину мысль поучения. Он понял и успокоился. Вот оно что! А я-то думал, он обедать позвал. Много лет спустя, уже за границей, мне привелось самому быть участником подобной исповеди, но должен откровенно сознаться, что она на меня не произвела такого действия, силы и мира, какие почти всегда сопровождают отдельную, личную, тайную, обычную исповедь. У отца Иоанна была особая сила Божия. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на наш канал. И до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok